Бывает такое часто, что когда человек увидит другого своего брата, и он совершает грех, по жизни он думает о нем плохо. Но однако Всевышний Аллах, Субханам Ва Тааля, Он один, тот, кто знает, что скрывается в сердце этого человека. Какие-то у него есть скрытые поступки, через которые он возвышается перед Аллахом, Субханам Ва Тааля. Сколько из людей покидали этот мир, человек думает о них плохо, но однако у Аллаха, Субханам Ва Тааля, они наоборот, они хорошими людьми считаются. Поэтому, как сказано в Куране, в этот день, в судный день, все скрытое станет явным. И из этого аята человек должен понять и понимать, то, что из милости Аллаха по отношению к нам, то, что рай, он только в руках Аллаха, Субханам Ва Тааля. Раем Аллах, Субханам Ва Тааля, не дал никому распоряжаться, только он распоряжается, кого вести в рай, а кого наказать в судный день. Если мы эти вещи поняли и стараемся жить так, и проявлять усердие на этом пути, тогда мы не должны задумываться, кто бы что бы говорил. Почему? Потому что один, тот, кто может наградить судный день, он знает о тебе. И достаточно знания Аллаха для нас о нас, и достаточно награды Аллаха, Субханам Ва Тааля, для нас. Если мы делаем какие-то скрытые дела перед Аллахом, Субханам Ва Тааля, тем самым приближаемся к Аллаху, Субханам Ва Тааля, то здесь человек почувствует сладость веры. Какая тебе разница, знал о тебе твой друг, твой брат, твои благие дела какие-то или нет? Ведь один, тот, кто сможет наградить тебя, он знает. Поэтому лучше для тебя, чтобы только один Аллах, Субханам Ва Тааля, знал о твоих благих делах, которые тебя приближают к Аллаху, Субханам Ва Тааля. Субханам Ва Тааля